Ну а если ты любишь смотреть видосики на ютубе, тогда успей поставить лайк за 3 секунды, считаю. Раз, два, три. Привет, ребята, меня зовут Алексис, и мы сегодня поиграем с вами в игрушку Dinosaur Rush. И первым делом, что я хотел вам здесь показать, так это сколько здесь мы сможем открыть динозаврика. У нас открыт только один, и вижу то, что мы ещё можем троих пооткрывать. Ну что ж, выбираем тогда нашего первого динозаврика, и давайте будем тогда, в принципе, играть. Я вначале понял то, что... Так, стоп, смотрите, он ещё и прокачался уже, ничего себе. Я понял то, что динозавр наш получается... Тро... Мясоед. Так, стоп, погодите, ребят, мы немножечко не добили с вами нашего противника. Ну окей, давайте тогда ещё разочек посмотрим. Видите, наш динозавр мясоед, и поэтому мы должны поедать всё мясо. А я изначально просто ел мало мяса. О, ёшкин кот, смотрите, как круто мы с вами прокачались. Это значит, что у нас уже намного больше здоровья, и мы стали намного сильнее. Так, теперь нам нужно топать по экранчику, и мы наносим удар, и закидываем нашего противника на Х6. Вау, это, ребятушки, очень даже круто. А также мы открываем нового персонажа на 25%. Это значит, что нам нужно с вами, ребятушки, пройти ещё три миссии, чтобы открыть себе нового динозаврика. Так, смотрите, тут у нас уже появляются арбузики, которые кушать нельзя. Нам нужно есть только мясо, потому что, как я уже сказал, мы, ребятушки, с вами мясоеды. И динозавр один может эволюционировать до четвёртой эволюции. Так, смотрите, ой, сейчас мы что-то очень слабенько, если честно, ударили нашего противника. Ну, неважно, ребятки, как сильно мы его ударили, здесь нет денежной единицы. Мы вообще с вами можем их вообще не трогать. Смотрите, сейчас мы проведём небольшой эксперимент. Так, вот наша максимальная эволюция. Максимальная эволюция этого дракончика, динозавра. Смотрите, давайте мы тогда не будем сильно его толкать. Вот, ну, закинули мы даже на Х1, мы не смогли закинуть. Мы ничего не заработали. Так, нам осталось, ребятушки, с вами пройти ещё одну миссию. Одну последнюю, и мы сможем открыть себе следующего динозавра. В сегодняшней серии я хочу открыть, ну, как минимум, всех. Да, действительно, всех динозавров, ребятки, мы с вами пооткрываем. Так, всё, давайте мы его ударим. И тоже на Х1 даже не закинули. Так, новый динозавр открыт на все 100%. И я вижу то, что этот динозавр у нас травоядный. Это значит, что, да, действительно, он должен кушать только арбузики. Так, и давайте мы тоже максимально его постараемся прокачать. К сожалению, максимальной эволюции нам не получилось достигнуть. Ну, может быть, мы сейчас ещё разочек сыграем за этого же динозаврика. И вот тогда, ребяточки, мы достигнем максимальной эволюции. Ладно, давайте мы закинем тогда тоже нашего этого вот противника на Х11. Да, ребят, мы бы заработали очень много денег, если бы нам давали за это деньги. На 25%, ребятки, у нас был открыт новый динозавр. Круто, очень круто. Так, это третья эволюция. Я хочу посмотреть на его четвёртую, ребятки, эволюцию. И это, вау, смотрите, трёххвостый трирог. У него три рога и три хвоста. Прикольно, да? И, кстати, друзья, кто ещё не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Так как у меня каждый-каждый день выходят новые крутые видосики. Игры я стараюсь искать самые крутые, ребятки. Просто самые-самые крутые игры. Всё это я ищу ради вас. Поэтому обязательно подписывайтесь. Нас уже очень много, ребят. Нас уже больше, чем 260 тысяч. Но это на данный момент. Очень бы хотелось, конечно, чтобы эта цифра, ребятки, была равна миллиону. Да, это моя прям мечта. Миллион подписчиков. Поэтому, кто ещё не подписан, обязательно подписывайтесь. А неподписанных, ребятки, очень много. Очень много людей смотрят меня без подписки. Поэтому буду вам благодарен, если вы на меня подпишетесь. Так, отлично, ребятки. Мы сейчас с вами откроем нашего следующего динозаврика. Ох, смотрите, на Х-14 мы забросили нашего противника. И это очень хорошо. Это Тиренозавр, наверное, да? Да, это Тирекс, ребят. Тирекс у нас мясоед. Это значит, что за него мы должны с вами кушать, ну, да, он должен кушать мясо. Ну, это, в принципе, логично, логично, что мясоед ест мясо, да? А травяной, этот вот обычный динозавр, они кушают травку. Вот этот вот Тирерожик, он кушает травку, ребят. И если мы откинемся с вами миллион лет тому назад, ну, если верить истории, то на самом-то деле, да, вот эти вот динозавры, они ели только растительную пищу, да? А все мясоеды, понятно, что они растительную пищу, ребятки, кушать не могли. Они ели только других динозавров, потому что они хищники. Так, окейшки, следующая миссия, ребятки, и давайте мы с вами еще сыграем за нашего новенького Тирекса. Он, кстати, выглядит очень и очень эпично, посмотрите, такой вот, у него две лапы вот такие вот задние интересные, три хвоста, и такое ощущение, что как будто у него там пять этих, пять конечностей сзади, да, торчит. Да, прикольно, вообще прикольненькие динозаврики. Так, и мы на 50%, ребятки, открываем с вами нашего последнего динозавра. Да, ребят, представляете, мы с вами за одно видео пройдем эту всю игру. Кстати, я уверен то, что эта игра будет обновляться, но просто уверен на 100%. Здесь же не может быть такое, что, получается, сколько-то у нас уже два мясных динозавра, один вегетарианский, и походу тот, которого мы сейчас открываем, тоже мясной. Это что, три мясных и один вегетарианский? Я думаю, что все-таки разработчики будут добавлять сюда новых динозавров, ребят. Это, я уверен, прямо на 100%. Ладно, давайте мы тогда выберем нашего травяного паренька. Он у нас здесь только один, к сожалению. Да, было бы здорово, если бы их было побольше, побольше здесь динозавриков. Не четыре, а хотя бы десять, да, было бы намного круче. Но ничего, ребят. Я думаю, что эта игрушечка начнет обновляться. Если, конечно же, она вам понравилась, я это увижу, конечно же, по вашим лайкосикам, то я обязательно сыграю еще одну часть. Но у нас новое открытие, друзья. Новый динозавр, и это у нас... Да, мясоед, ребят. То, что, в принципе, я и говорил. Спинозаврус, какое-то странное такое название. Спинозаврус. Ну, посмотрим, в кого он превратится, этот наш Спинозаврус. Ой-ой-ой, ребят, я случайно выбрал не те врата. Вот, блин. Капец. Ну, ладно, сейчас будем выбирать только те врата. Но, к сожалению, наш динозавр сейчас максимально не эволюционирует. Так, мы должны, ребятки, с вами выиграть. Обязательно давайте наносим удар и закидываем нашего противника куда, закидываем его куда подальше. Выбираем тогда снова того же самого, ребятки, динозаврика. И сейчас постараемся посъедать все мясо, которое тут у нас есть на пути. Так, и... Неужели это его максимальная эволюция? Да, то есть он эволюционирует только три раза, и все. Я, конечно, не уверен, что мы с вами, ребятки, максимально прокачали нашего монстра. Это обычно все монстры прокачиваются три раза, ну, три-четыре, четыре точнее. А этот чё? Только, а хотя нет, ребятки, он тоже четыре раза эволюционирует. Это вот его была, вот это вот его четвертая эволюция. Ну, скажу вам честно, выглядит он так себе. Круче всего здесь выглядит это Т-Рекс и Трирок. Вот лично это мое мнение. Вы можете написать в комментариях, какой динозавр больше всего понравился вам. Первый, второй, третий, либо же четвертый. Просто можете написать цифру. Так, давненько мы не играли с вами за Раптора, ребятки. Раптор это, ну, маленький мясной, маленький мясной мясоед, да. Да, давненько мы за него не играли, поэтому давайте мы его выберем. Выглядит он тоже, ребятки, очень эпично. Очень эпично, практически от Тираннозавра он мало с чем отличается. Мне даже кажется, что он, смотрите, по размерам он такой же самый. А выглядит он тоже очень агрессивно, очень прикольно. Вообще, крутой динозавр. Давайте мы еще сыграем, в принципе, с вами по одной катке за каждого динозаврика. Вспомним, как они выглядят. Вспомним, кто круче все-таки выглядит, да. И будем, наверное, видосик на этом заканчивать. Смотрите, ну, я же говорю, что Трирок, он смотрится очень, ну, очень круто. Посмотрите, какой монстр. Он самый громадный, мне кажется. Он очень здоровый, ребят. Так, и больше, чем 100 очков здоровья мы здесь заработать с вами не можем. Осталось еще, в принципе, здесь два паренька, за которых я бы хотел бы сыграть. Давайте мы это, ребятушки, с вами сделаем. Это у нас Тирекс. Это мой любимчик, можно сказать. Он мне нравится больше всех. И потом еще Спинозавр, по-моему, да? Как-то он так вот называется. Так, и закидываем его, закидываем его, ребятушки, на сколько? На Х6. Ну, угадал или не угадал? Нет, на Х7, ребят. Мой прогноз не сбылся. Ну, и давайте выбираем тогда последнего нашего динозаврика. И от ребятки будет последняя каточка. Я думаю, что на этом видосик свой я буду заканчивать. Кому он понравился, обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Ну, а с вами был я, Алексис. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok